всем привет вы знаете тема сегодняшнего видео она была напрямую сформулирована вашими комментариями когда я снимала видео по обработке сакур от черной гнили на шею орхидеи и ваши комментарии навели меня на мысль о том что не все понимают процесс происхождения черной гнили на шею орхидеи какие бывают варианты что откуда появляется почему одни растения восстанавливаются и благополучно переходят в стадию выздоровления и восстановления своего а некоторые растения к сожалению погибают именно был комментарий от моей подписчицы зрительницы канала она спросила ирин 2 орхидеи с гнилыми шеями где видно было что процесс именно знаете как он произошел внутри растения то есть внутри шеи когда зрительница вот мне написала что мы обрезаем растение до макушку и мы видим вот по контуру кольца внутреннего вот именно такое темное кольцо на шее внутри почему такое происходит и поэтому я конечно же очень долго думала на эту тему и знаете как собрала воедино все мои какие-то практики с которыми я столкнулась в отношении орхидею шик когда именно были такие проблемы на растениях черная шея вот прогнивали корни прогнивали шеи сбоку и поэтому я сейчас хочу порассуждать на эту тему и объяснить что есть несколько путей заражения вот этими вот либо грибковыми либо бактериальными инфекциями которые проявляются именно на орхидеи ках сейчас буду показывать и рассказывать и одновременно вам покажу свое растение которое мне удалось спасти восстановить очень сложная была реанимация это была ночная операция которая я к сожалению не сняла но в подробностях было снято видео о том результате да вот на момент именно когда я обработала растение на следующий день я сняла для вас видео и подробно рассказала что я делала сейчас покажу в каком состоянии находится эта орхидейка и с каким благополучным исходом у нее происходит процесс выздоровления так рассуждая на эту тему я вам могу сказать конечно следующее что путей проникновения инфекции и заражения наших растений вот этими грибковыми либо бактериальными инфекциями которые потом проявляются на орхидеях пожелтением может быть нижних листиков может быть листиков от середины а иногда проникает вернее происходит поражение центрального листика он мокнет и все и потеряется точка роста на орхидее поэтому смотрите рассказываю вам что есть несколько механизмов проникновения вот этого вот этой инфекции когда мы видим что у нас идет именно боковой процесс на шее и при зачистке вот этой вот гнилой черной ткани как в данном случае это было на наших сакурах я все подробно снимала вы все это видели прекрасно снимая слой за слоем листик за листиком я добралась до чистой живой шее вот этот вот это процесс тот который начался именно в пазухе листа при аста при когда была оставлена влага жидкость и в свое время она но не смогла испариться в силу каких-то определенных там условий но не просушили ну не промокнули и так далее вот иногда бывает такое что орхидея с пазухи листа начинает гнить это я могу сказать что более легкий более легкой степень поражения как вот например на сакурах до снимая слой за слоем я добралась до живой ткани обработала и я сейчас понимаю что конечно же у орхидеечки все нормально боковое проникновение вот это вот спор или бактерий в результате попадания лишней воды и несвоевременного удаления есть процесс который начинается от корней вот что я вам могу сказать когда у нас в горшочках начинает вроде орхидея цветет все благополучно все замечательно и тут она бах и ни с того ни с сего начинают чахнуть то есть сбрасывает цветы она начинает терять тургов тургор листиков и мы понимаем что что-то происходит обращаем внимание на корни и мы понимаем что корневая система у растения оставляет желать лучшего когда достаем орхидейку мы понимаем что все корни сгнили это еще один путь проникновения гнили но уже внутрь сок растения через прогнивающую корневую систему когда у нас начинает гнить веламен а веламен он как губка способен вверх поднимать все что на него попадет до в данном случае мы ведем речь о каких-то именно бактериальных грибковых поражениях когда поражается веламен он естественно быстренько поднимает вот эту вот пораженную эти споры патологические либо бактерии бывает несколько до видов поражения поднимает именно в шею в центр вот в это вот вот в это вот основание шейки и она потихоньку по пусть даже толстой здоровой шею растения она внутри начинает съедать то есть вот эта гниль она идет не сбоку как в случае с сакурами а она идет вот я даже не могу у меня нет растений у которого я покрутила и показала она идет из корневой системы и поднимается по вот этим кольцевым кольцевым путям питания вот и поэтому вот эта гниль когда у нас уже листики начинают показывать что что-то происходит и желтеть начинается пожелтение нижних листиков от шеи патологическое пожелтение вот мы начинаем снимать и чем дальше чем тем глубже тем страшнее и страшнее мы видим картину то есть гниль пошла изнутри шеи и изнутри она идет наружу а вот когда боковое поражение то у нас если вовремя среагировать у нас гниль идет снаружи внутрь то есть если вовремя среагировать вот эту гниль который идет снаружи внутрь и с ней легче побороться но сами поймите да чем то гниль которая пришла из корневой системы стала постепенно съедать шею изнутри и подобралась к листикам орхидеи и когда она изнутри уже выходит наружу к листьям вот там уже пиши пропало вот как правило на такие орхидеи очень часто погибают что тут уже говорить кривить душой поэтому вы должны понимать что пути поражения есть разные вот и поэтому я всегда говорю здоровая корневая система в большей степени конечно же здорово залог здоровья ваших орхидей потому что пусть даже если будет боковая гниль которая будет идти идти извне туда вот проникать можно ее обуздать можно ее остановить а вот так гниль которая придет из корней к сожалению если вовремя не отсечь макушку растения не поставить на наращивание корневой системы орхидея погибнет вот так поэтому очень внимательно будьте и сохраняйте по возможности корни ваших растений ваших орхидеи в здоровом состоянии я постаралась конечно проанализировать что и как происходит у меня тоже были такие орхидеи в том году я купила орхидейку вы знаете я понимала что что-то не то корневая система была нехорошая и к сожалению этот процесс когда я вытащил растение из из горшочка купленная зимняя орхидея вот корни прогнили ничего там не осталось и я снимаю слой за слоем вот так шейку чуть-чуть подрезала самого низа я понимала что вся шея она находится в пораженном состоянии то есть ее уже реально сгубил именно патологический процесс вот этот который развился на корнях и он пошел вверх вот и эта орхидейка погибла поэтому у меня тоже бывают естественно какие-то неприятности мы покупаем к сожалению бывает зачастую уже больные растения вы знаете что очень много растений я покупаю по уценке мне жалко их я пытаюсь их восстановить но в большей массе конечно у меня все это получается могу сказать что на канале все что восстанавливалась все растет и цветет все благополучно с прекрасными положительными такими исходами для растений вот и давайте я вам покажу вот эта орхидея которую я зачищала здесь корневая система в принципе была неплоха но поражение находилась вот видите шея у она вся отрезана она уходит туда внутрь давайте ссылку на видео об обработке этого растения я вам ставлю там фотографии вы можете увидеть новые зрители которые пришли на канал но и мои прежние зрители которые с удовольствием смотрят меня может быть вы тоже захотите вспомнить да как это было там фотографии есть есть видео снято все подробно можно посмотреть очень картина была плоха отек ткани на шеи мне пришлось срезать ой маленькая маленькая тонкая шея вот видите какой здесь толстая она такая и была мне пришлось срезать наверное две третьих от шеи вот и что происходило я видела что в основном внизу корневая в принципе неплохая растения было куплено по оценке корневая неплохая но я видела что те корни которые находились по поверхности у растения они все после того как я достала ее из грунта они все оказались гнилыми, то есть процесс поверхностных, гниения поверхностных корней, он дошел до шеи, и все корни, которые, вот от них остались одни пни. Вот, может быть, вы сейчас увидите. Там остались одни пни, от них я зачистила, остались пенечки сухие, все было обработано мной очень в массовом таком замазывании всей оставшейся вот этой вот одеревеневшей шеи максимом неразбавленным. В данном случае шея мне позволяла это делать, потому что я обрабатывала именно одеревеневшую ткань, и ту ткань с захватом живой ткани именно на здоровой шее. Отек ткани был совсем нехороший. Мне удалось скальпелем все зачистить. Важно понимать, что, знаете, это как вот в случае в человеческом, да, в человеческой нашей жизни, важно понимать, что при обработке и зачистке таких растений, это как та же самая опухоль. Если хирург не удалит самую последнюю патологическую клетку, если ее не удалить, она все равно потом начнет делиться, и разовьется новая опухоль. Здесь та же самая ситуация. Если не удалить патологическую ткань, измененную на шейке у растения, то она дальше начнет прогнивать. Поэтому я всегда говорю, зачищайте такие места до живой ткани, с захватом живой ткани. Вы видите, она чистая? Срежьте чуть-чуть, еще буквально доли миллиметров, но срежьте. Не бойтесь, не усугубит этот процесс, то есть не пропадет ваша орхидея. Главное добиться именно в обработке растения, именно того, чтобы все патологически измененные клетки у растения были удалены. Я об этом хотела снять видео. Всегда мне... Я рассуждала, долго ходила на эту тему, и с медицинской точки зрения подхожу всегда к этому процессу. Да, и, как я говорю, когда работает профессиональный хирург, удаляя все-все-все пораженное, вот, и тогда идет прекрасный процесс восстановления. А когда, если оставить какой-то вопросик, вот, то он обязательно разовьется в большой восклицательный знак. Причем и такой, знаете, очень неприятный. Вот, поэтому сейчас вот таким образом чувствует себя орхидеечка. Я ее показывала на канале. Вы видели, корешочки у нее были вот на таком уровне, в раскупленном состоянии. Сейчас она растит благополучно все корни внутрь. Вот они туда идут. Вон они, видите, какие хорошенькие. В грунте их много, вот, посмотрите. Те корни, с которыми я пересаживала орхидейку, они там какие-то пропали, какие-то еще прекрасно сохраняются. Вот, в составе, в объеме горшочка. Так, давайте я даже прямо достану, чтобы вы все видели, что капает у меня все. Вот, смотрите, видите, куда она даже проросла. Этот корешок у меня, он постоянно в воде. Я вам говорю, что те корни, которые постепенно врастают во влажный грунт, они, как правило, в посадках не гниют. Они постепенно привыкают к повышенной влажности вокруг. Вот, вот так развивается корневая система. Давайте, чтобы не капало, покажу. Вот это старые корешочки. Я с ними вот пересаживала, они сохранились. Какие-то, вот видите, тоже сохранились. Вот этот вот высох корешок. Одновременно идут жирные, толстые корни в объем. Вот, смотрите, видите, какие они хорошие и здоровые. То есть, вот так вот повлияв на гниение шеи путем обработки скальпелем и последующей обработки, ну, можно разные фунгициды использовать. Вот, я постаралась, конечно же, зачистить все гнилые корни. Мне повезло, что в этом случае корневая система, от которой явно был виден, что прошел процесс гниения на шее, что он, ну, знаете, как бы не изнутри съел растения, не изнутри, а как бы начал отек свой и черноту заводить именно от бокового корня. Я вам сказала, что нижние корни были обалденные. То есть, процесс гниения пошел не снизу, а вот как бы сбоку от гнилых корней, боковых. Так, ну, вот такое сегодня я видеорассуждение решила снять для вас, чтобы вы понимали, что пути проникновения инфекции, как грибковой, так и бактериальной, к нашим орхидейкам их несколько. Поэтому и разные бывают исходы. Как мы не пытаемся помочь растению, если процесс зашел глубоко в сок растения, то, конечно же, как правило, сложно бывает с этим побороться. В данной ситуации, если у нас идет боковое поражение, и поражение шеи растения идет извне, туда, в глубину, конечно, оправдан такой вариант обработки, как я делала с сакурами. То есть, внешняя обработка, точечная обработка после обработки шеи, зачистки шеи скальпелем до живой ткани. Если у нас мы видим, что процесс идет, как бы мы смотрим, ага, прогнила корневая система, что же нам делать? Конечно же, точечный процесс, когда точечная обработка, когда у нас идет повреждение растения изнутри к вне, тогда лучше применять системные фунгициды, такие хорошие, плотные. Именно системные. Что такое системный фунгицид? Это когда мы не точечно обрабатываем срез, а когда мы подаем фунгицид при поливе или замачиваем полностью растение в раствор с фунгицидом. Когда корневая система доставляет в сок растения, в глубину тканей, на внутриклеточный уровень, вот этот вот раствор с фунгицидом. Поэтому, вот как бы так, чем отличается обработка, когда идет процесс изнутри и если он идет боковое такое повреждение. Надеюсь, я объяснила вам, как пытаться помочь растениям восстановиться и повлиять на вот этот вот неприятный процесс, который иногда возникает у наших орхидеюшек. Ну вот так. Прошло еще какое-то определенное время с нашими сакурками. Все, как видите, у них благополучно. Вот мне кажется, что вот этот вот цветочек на вот этом цветоносике, он вот, по-моему, стал сохнуть. Не знаю. Здесь развиваются бутоны. Ну, будем смотреть. Кстати, вот когда мы вместе с вами поливали, я показывала, как я делаю полив. Таких обработанных сакурок моих. Было видео продолжение нашей саги о наших сакурках. Вот, сейчас все. Видите, они вот прям... Она мне давала понять, что она пить хочет. Сейчас у нее хороший тургор такой. Вот она хорошо себя чувствует. В принципе, и внутри горшочка все неплохо. Я очень-очень дозирована. Вот водичка у меня стоит в уровне дренажного слоя буквально сантиметр. При этом у меня вот нижний слой коры, он еле-еле увлажнен. А вот все, что вот здесь на поверхности, мох в том числе, оно, в принципе, не мокрое, даже не влажное. Вот, можно сказать, достаточно подсушенное. Так, ну, я надеюсь, что я донесла до вас именно то, что я хотела рассказать. Мне вот очень хотелось поделиться своими мыслями на эту тему. Потому что некоторые недоумевают. Ну, что ж такое? Почему происходит именно, что гибнут орхидейки? К сожалению, это случается. Да. Но на сегодня я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам было сегодня со мной интересно. И хочу пожелать вам всего доброго. Давайте-ка я сейчас с вами чуть-чуть пообщаюсь. Всего доброго, здоровья, благополучия. И увидимся с вами вновь на моем канале. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok